Здравствуйте! Передо мной наша номинантка на премию «Успешные люди» Лилиана Амур. Здравствуйте! Здравствуйте! У вас очень интересная фамилия. Это фамилия, псевдоним. Как это родилось, то, что вы решили себя так называть? Это мой псевдоним, потому что я несу любовь в этот мир. Я помогаю людям трансформировать свое мышление, достичь успеха, наполниться счастьем. Все это делаю я через психологические тренинги, через личную работу, потому что я являюсь трансформационным коучем. И вот через работу с мышлением мы можем очень много добиться, прийти к нужному состоянию и стать счастливыми людьми, по-настоящему счастливыми. Вот все сейчас часто говорят про мышление, работать с мышлением, а в целом люди не понимают, как это работать с мышлением. Я могу сказать так, что я очень много прошла, долгий путь у меня длился перед тем, как я поняла, что нужно работать с мышлением. Я набила кучу шишек. Вот. И работа с мышлением, это когда ты меняешься изнутри, и все происходит, как ты хочешь, снаружи. Что внутри, отражение получается снаружи, ты получаешь результаты, которые ты хочешь, ты достигаешь успеха, финансы, здоровья, личной жизни. Оно все подстраивается под твое внутреннее состояние, потому что люди, которые пытаются достичь успеха через какие-то внешние усилия, они в какой-то момент понимают, что важно найти ту точку опоры, то действие, те важные мысли, то важное состояние, которое приведет их к намного большему результату именно через внутреннее состояние, а не через какие-то долгие действия, монотонные чаще всего. И в этот момент они понимают, что нужно что-то поменять в своей жизни, нужно как-то по-другому взглянуть на это все, нужно что-то поменять. И они идут к психологу, они работают над собой, и тогда удивительным образом у них меняется жизнь. Именно это было со мной, когда я впервые пришла к психологу, у меня был многократный рост в финансах, меня начали приглашать на сцену, потому что я этого хотела. Но до этого я все пыталась и пыталась достичь успеха через какие-то внешние действия, и они не давали мне никакого результата. Было опустошение, было неудачи, апатия, пропадала мотивация. Есть какие-то у вас секреты, какие-то упражнения, что делать каждый день, чтобы фокусировать на себе вот это внимание? Я могу сказать так, что очень важно контроль своих мыслей. То, о чем мы думаем ежедневно, оно влияет на наши эмоции, дальше наши эмоции влияют на наше поведение, наше поведение уже отражает, как говорят, да, поменять поведение, поменяется ваша судьба. То есть поменять, прежде всего поменять свои мысли, поменяется поведение, поступки ваши, поменяются результаты этих поступков, и тогда уже поменяется ваша судьба. Но ключевое это все-таки мысли, потому что без мысли мы не действуем. То есть нужно каждый день думать и мыслить позитивно? Да, думать и мыслить позитивно, и все-таки работать с какими-то негативными чертами характера, работать с каким-то ограничением именно внутри себя, а потом уже мы сможем это внутреннее ограничение проходить во внешнем мире. Вот подскажите, какие практики для изменения своего мышления нужно делать ежедневно? Первым делом важна осознанность. Мы должны следить за своими мыслями, и тогда мы можем уже поймать тот момент, когда мы испытываем негативные эмоции, негативные мысли, и мы можем это контролировать. В тот момент, когда человек замечает и контролирует уже осознанно каждую свою мысль, он управляет ею. Важна осознанность. Все. Спасибо за интервью. Самое главное – контролируйте свои мысли, думайте позитивно, и обязательно у вас все получится.